По его словам, это вполне нормальная практика. Разработчики могут делать все, что угодно, забирать хоть половину денег, это вопрос того, что монеты конкурируют между собой, и конкурируют правила игры в том числе, объясняет эксперт. Также Драмашка уточняет, что разработку нужно поддерживать, но если отчисления от майнинга будут слишком большими, то монета может просто не выжить. Я думаю, что уже через несколько лет мы забудем название большинства монет, которые сейчас видим на рынке, и это может быть из-за того, что лучшие монеты выживут, а худшие – исчезнут. Монеты проектов, в которых разработчики берут лишние деньги, могут быстро уйти в небытье, говорит он. Ранее генеральный директор крупнейшего майнингового пула Bitcoin Cash BTC, топ-ц Зянчжойер предложил майнерам перечислять по 12,5% от награды за нахождение блоков, фонд развития экосистемы. Часть майнеров БЧ взбунтовались против принудительных пожертвований, Bitcoin.com также выступила против налога для майнеров Bitcoin Cash. Более подробно об этом читайте в нашем материале «Принудительные пожертвования», какие проекты позарились на деньги майнеров. Полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.